Добрый вечер! В эфире новости ТВК. Я Ольга Тепляшина. Главное событие дня. К 1 февраля завалов мусора на Левобережье не будет. Очередное обещание директора Красноярской рецептинговой компании, на этот раз депутатам Гурсавета. Подготовка к празднику Крещения, где будут организованы купели для небоящихся мороза христиан. Когда начнется запись в первые классы городских школ и нужно ли занимать очередь. Молоко, мясо и крупы. Как распознать некачественный продукт? Красноярск готовится к Крещению. Больше 4 тысяч человек каждый год окунаются в прорубь в этот праздник. В этом году в городе 3 разрешенные купели. Алена Крашенинникова решила выяснить, зачем люди в мороз ныряют в ледяную воду. Я говорю, холоднее, думала, будет. А так не холодно. Ну, кажется, что лето, да, сейчас в воду зайду, не будет казаться, что лето. Столько разных разговоров о том, каково это, окунуться на Крещение. Кто-то делает это ради новых ощущений, кто-то из-за моды, а кто-то для селфи и лайков в сети. Я решила испытать на себе, каково это, зайти в ледяную воду. Ну что, держи. Я пошла. Поворачиваемся. Окунаемся. Я ничего не скажу. Ты мне полотенце. Все, полотенце, полотенце, все, все, полотенце. Я ничего не буду говорить уже там. Сережа, я убью тебя. Конечно, оператор Сергей не виноват. Думаю, он в итоге даже позавидовал. На самом деле, главное расслабиться. И вот пока идешь вверх. Главное не бояться. Да, во-первых, не бояться, расслабиться. Когда в воду заходишь, ноги сильно колют, но это главное перетерпеть. С головой говорят, лучше первый раз не окунаться, потому что это вредно. Но вот, например, я сейчас, дойдя до сюда, расслабившись полностью, не почувствовала сильного холода. Единственное, что немного колют ноги. Ну и, честно, я бы еще раз окунулась даже прямо сейчас. Идем. Уже завтра окунаться будут тысячи красноярцев в соцсети, заполонят фото купелей. Одни будут описывать новые эмоции, ощущения, другие – свои чувства, внутренние. Вера наша должна быть немножечко, она как бы должна внутри быть. Поэтому ради того, чтобы только войти в купель, чтобы тебя сфотографировали, там что-то сделал, это все-таки не совсем православный взгляд. Пусть они, конечно, сделают что-то, но лучше всего скромно прийти и помолиться. Может быть, даже не выкладывая в какую-то сеть. В Красноярске будет три купели на набережной в районе Дубровинского у храма Рождества Христова и в клубе «Креофил» для его членов. Над прорубью в Солонцах еще думают, проверяют. В этом году тепло желающих будет больше. Чтобы не навредить здоровью, нужно правильно подготовиться. Важно прогреться перед заплывом. Помогает разминка. Есть такие люди, которые приходят, спрашивают совета, как себя вести, как зайти в воду, как выйти из воды, как лучше растереться, обогреться, в баню зайти. Размяться желательно и в помещении, и на улице. Заходить в прорубь лучше не резко, но и мяться у воды не стоит, можно переохладиться. А после нужно максимально расслабиться и хорошо согреться. И понять, для чего ты это делаешь. Я сделала честно, ради журналистского эксперимента. Но в следующий раз я пойду в воду без камеры. И когда внутренне, буду готова. Алена Крашенинникова, Сергей Малафеев. Новости ТВК. 1 февраля из города исчезнет мусор. Сегодня такое обещание дал директор Красноярской рециклинговой компании Илья Ильин. Это он заявил на комиссии в Горсовете. Правда, это уже второе обещание Ильина. Первое он так и не выполнил. Но депутаты поверили и дали бизнесмену еще один шанс. Напомню, рециклинговая компания отвечает за вывоз мусора на Левом берегу. И именно к ней у людей больше всего претензий. С нового года центр города утонул в отходах. И сегодня депутаты спрашивали, почему мусор с улиц вывозят так медленно. Илья Ильин был абсолютно спокойным и старался отвечать на все вопросы депутатов. А в конце пообещал, к концу месяца мусор уберут. У нас известные маршруты, известные мощности, известные точки, которые будут добавляться. Но мы войдем в график. Мы можем сказать, что в графике войдем первого числа. В прошлый раз Лиин говорил, что весь мусор с улицы исчезнет до 12 января. Однако этого не произошло. Депутаты заявили, что возьмут ситуацию на особый контроль. Напомню, красноярская рециклинговая компания может и вовсе лишиться статуса регионального оператора. Об этом рассказали общественники из народного контроля в ЖКХ. С января активисты вместе с управляющими компаниями фиксировали нарушения регионального оператора. То есть невычищенные мусорные баки. Все отразили в специальных актах. На данный момент их 52. Документы уже передали в Министерство экологии края. И в ближайшее время там должны решить, расстаться с подрядчиком или нет. Сегодня на Пашином сгорел 31 автобус. Все случилось утром на конечной остановке ЛДК. В салоне был только водитель. Очевидцы говорят, автобус вспыхнул мгновенно. Лопнули стекла. Водитель пытался потушить огонь сам, но не смог. Приехали пожарные и сбили пламя за 20 минут. Маршрутка выгорела полностью. Причину возгорания устанавливают. Сегодня на автовокзале начали сносить ларьки. О том, что площадь перед вокзалом нужно благоустроить и привести в порядок, люди говорили уже давно. Сейчас на остановке рабочие разбирают магазины. Завтра на вокзал приедет техника и увезет остатки. Демонтируют павильоны собственники за свой счет. В мэрии поясняют, это муниципальная земля и у владельцев закончился контракт. При этом обещают всем бизнесменам предоставить компенсационные места. А вот депутат и председатель союза малых предпринимателей в этом сомневается. Предприниматели там, большинство из них самостоятельно демонтируют свои объекты. Потому что уверены в том, что те договорные отношения, устные, между представителями администрации, они сохранятся и они все-таки получат компенсационные места. Хотя, с учетом уже большой практики, вот таких договорных отношений, я сомневаюсь, что предприниматели получат эти места. Я напомню, массовый снос ларьков начался еще в прошлом году. Под ковш попали павильоны на Перенсона, Красной площади, Краевой больнице. Понятно, что предприниматели таким переменам оказались не рады и даже устраивали забастовки и так называемые похороны малого бизнеса. А вот большинство красноярцев говорят, без ларьков на улицах стало гораздо чище и свободнее. Сегодня стали известны новые подробности смерти солдата-срочника из Боготола. Напомню, в ноябре там нашли тело солдата. Им оказался 20-летний Андрей Гулимов из Армурской области. Как сегодня рассказал новостям ТВК депутат Госдумы Юрий Швыткин, Гулимов охранял военный поезд. На станции заступил в караул с автоматом. Вечером сослуживцы нашли его мертвым. В груди два ранения, а чуть позже обнаружили записку. Погибший писал, что, цитирую, «опасался возвращаться в воинскую часть». Конец цитаты. Военная прокуратура рассматривает две версии. Проверяются версии по самоубийству и убийству его. Значит, допросы свидетеля, ну, то есть, следственное действие проводят. Есть вопросы, конечно, значит, почему два днестрельных ранения, при этом самоубийство, если только очередь мог, как говорится, выстрелить, да, не то здесь, вот, ну, здесь. Поэтому здесь должны быть проведены и проводятся, уверен, все экспертизы соответствующие, которые подтвердят или опровергнут ту или иную версию. Глава Минфина Антон Силуанов подтвердил, у нас в крае построят целлюлозно-бумажный комбинат. Об этом он рассказал на совещании с президентом. Силуанов доложил, что в этом году сразу два целлюлозно-бумажных комбината начнут строить у нас и в Иркутской области. Напомню, на этот проект требуется около двух миллиардов долларов. Инвестор уже есть, и он готов построить этот ЦБК в лесосибирске. Напомню, единственный в крае Енисейский комбинат закрылся в 2015 году. Переписать русские сказки или не читать их детям. С таким предложением выступил первый заместитель председателя Центробанка Сергей Швецов. Сегодня это одна из самых обсуждаемых новостей в сети. По словам Швецова, сказки про золотую рыбку, Емелю, например, приучают детей к так называемой халяве. Вот его слова. Мы детям рассказываем про золотую рыбку, про щуку. Вот смотрите, старший брат работает, он дурак. Средний брат работает, дурак. Младший сидит на печи, дальше он ловит щуку. У него все хорошо. Это с детства переходит с возрастом в плоскость отношений с финансовым рынком. Заявление Швецов сделал перед депутатами Госдумы. Он уверен, что люди часто становятся жертвами мошенников, потому что в детстве читают неправильные сказки. Пользователи на такое высказывание отреагировали с иронией. Люди пишут, лучше бы в Центральном банке. Экономикой страны занимались, а не сказки запрещали. И шутят, что в этой стране можно только сказку про Чаполина читать. Сегодня в сети появилось очередное видео, как учитель бьет по лицу школьницу. Конфликт случился в 93-й школе города Тольятти. На кадрах видно, как учитель сначала скинула со стола вещи пятиклассницы, затем ударила ее по лицу и схватила за шею. Автор видео объясняет, учитель вышла из себя, потому что школьница рисовала на уроке. Как оказалось, женщина преподает биологию, работает в школе с завучем. Сегодня стало известно, учительницу от работы отстранили. Следственный комитет начал проверку. И это уже далеко не первый случай, когда в соцсетях появляется видео конфликтов учителей с учениками. Но каждый раз такое повторяется вновь и вновь. И мы все становимся невольными свидетелями таких некрасивых, но при этом очень спорных историй. И сегодня очевидцы опубликовали видео с военным судьей, который сбил девушку и пытался скрыться. На кадрах краснодарский гарнизонный военный судья Арсен Крикоров. На переходе он сбил студентку. Местные СМИ описывали ситуацию так. Мужчина вышел из машины, стал поднимать пострадавшую и кричал, цитата, «Хватит устраивать цирк». Конец цитаты. Судя по поведению, виновник пьян. Он пытался сбежать. Очевидцы машинами заблокировали ему дорогу. Судья стал угрожать, что сфабрикует против них обвинение. А когда на место приехала мать девушки, решил откупиться. Я говорю, готов вам дать денег, чтобы вы восстановили ребенка. Вы не хотите? Вы понимаете, у меня вот это вот бесит. Почему все должно быть продаваться? Ну зачем, а? Солнце мое. Что мне надо сделать? Ну давай на колени встану. Полицейские не стали ничего делать. Якобы судья, лицо неприкосновенное. Мать пострадавшей пожаловалась в гарнизонный суд. Там начали проверку и буквально через несколько часов назад стало известно, что Крикоров подал в отставку. В крае появятся четыре новых сельхозтехникума. Об этом заявил губернатор края Александр Ус. Примером станет Уярский. Его выпускники не просто получают диплом, но и остаются работать на селе. Спасет ли это сельское хозяйство края и что может заставить молодежь остаться в деревне? В репортаже Ильи Ефилонова. Я его запрограммировал, нажимаю кнопку ему, автопилот, и трактор у меня сам выполняет всю работу. Ну а в это время я за ним приглядываю и слушаю музыку. Эдгар показывает новый трактор. Бортовой компьютер, автопилот, кондиционер, будто про самолет рассказывает. А механиком стал, потому что и отец, и дед в поле работали. Только те на белорусах и кировцах. А у Эдгара новый американец. Управлять им он научился на стажировке в Ростове-на-Дону, когда выиграл краевой чемпионат молодые профессионалы. Самый сложный этап – это был отборочный этап, который был в Ростове-на-Дону. Поселок Шахты. Там надо было из 50 студентов попасть всем лучших, которые поедут на финал. Я попал в эту семерку. Пока я тренировался во многих делистских центрах, мне предложили уже поработать. Самые знаменитые – Тимбермарш, Байкал и Нью-Холланд-центр. Но я все-таки планирую остаться в техникуме. Кроме Эдгара, в уярском техникуме еще четыре студента-чемпиона – механики и ветеринары. Все они хотят остаться работать на селе. По договору с техникумом хозяйство берут выпускников на работу. Власти дают квартиру, бюджет платит до 70% зарплаты. 500 тысяч рублей подъемных сразу – еще 500 через три года. Это очень большой такой пример. Подспорье для семьи. Муж с женой после окончания учебного заведения пришли в хозяйство, получили миллион. Губернатор считает, что краю нужны еще как минимум четыре таких техникума. На каждый из них уйдет по полмиллиарда. Но это закроет вопрос с кадрами. По данным Биржи труда, в 20 районах края не хватает даже трактористов. Нужны животноводы и зоотехники. И это еще не все проблемы. Это, конечно, вовсе не означает, что только здесь корень наших сельских проблем. Потому что село в целом надо поддерживать всем, чтобы было куда ехать. Всем, чтобы большая часть хозяйств имела вот такую технику, которую мы сегодня видели. Чтобы там было интересно работать. Поэтому нам действительно требуется реформировать вот эту систему. УЗ считает, что аграриев надо воспитывать со школы, создать сельхозклассы. В них будут готовить к поступлению в техникум. В бюджете на это заложены 4,5 миллиона рублей. Илья Филонов, Владимир Антонов, Новости ТВК. Почти две недели осталось до начала записи детей в первые классы. Прием заявок стартует 1 февраля. В мэрии успокаивают. Места хватит всем. Родители могут не занимать у школы очередь и не дежурить по ночам. А у нас такое случается едва ли не каждый год. В сентябре все красноярские школы готовы принять больше 14 тысяч первоклассников, говорят в мэрии. В администрации советуют записать ребенка через госуслуги. Какие нужны документы? Это само заявление, паспорт одного из родителей или опекуна, медкарта, свидетельство о рождении и регистрация по микроучастку школы. Но если вы выбрали школу не по прописке, то подать заявку можно только с 1 июля. И ребенка возьмут, если останутся места. Заработают три новые школы. И в них записать ребенка можно только при личном обращении. Их в системе госуслуг еще нет. Записи в эти новые школы будут вестись в соседних школах. Ну, например, в Покровскую школу будет запись вестись в образовательном центре Покровский, в здании бывшей 153-й школы. В Преображенском это будут три школы, которые будут принимать заявления родителей будущей школы новой. Это школа 24, школа номер 151 и 150. И в Нанджуль-Солнечном такие заявления будут принимать все школы, которые на сегодняшний день функционируют в микрорайоне Солнечный. В музее Сурикова на два месяца привезут полотно «Взятие снежного городка», а на Копылова вернут троллейбусы. Когда, расскажем в рубрике «Новости коротко». На Копылова вернут троллейбусы. Об этом рассказали в департаменте транспорта. Напомню, до строительства развязки на Волочаевской там ходили 4, 13 и 15 маршруты. Обещают вернуть их уже весной, когда именно, чиновники не знают. Говорят, сначала подрядчик должен установить на место контактные опоры и протянуть кабели. Сейчас четвертый маршрут объезжает Копылова через Космос, 13 по МРЧК, а 15 отменен. Капуста за год подорожала наполовину, а пшено еще больше. Статистики рассказали, как выросли цены в прошлом году. Больше всего в цене прибавило пшено, оно подорожало на 83%. В половину дороже стала капуста. На третьем месте – газ. Он прибавил в цене на треть. Из продуктов, которые подешевели, на первое место эксперты ставят гречку. Она потеряла в цене 20%, а лососевая икра и геркулесовые хлопья – по 10%. Картину «Взятие снежного городка» привезут в Красноярск. Правда, всего на несколько недель. Знаменитое полотно Сурикова выставят в музее имени художника на Парижской коммуне. Выставка откроется 21 февраля. Вход платный – 350 рублей. Кроме работ Сурикова, там выставят еще 150 картин из фонда Третьяковки и Русского музея. Закроется выставка 28 апреля. В эфире новости ТВК. Мы продолжаем выпуск. Сегодня с фасада родины сняли буквы с названием бывшего кинотеатра. Еще неизвестно, отреставрируют их или заменят новыми. Как рассказали рабочие, здания родины частично снесут, но стена с исторической мозаикой останется. После ремонта здесь будет Дом дружбы народов. Появится библиотека, творческие площадки и музей. На ремонт здания с краевого бюджета выделили почти 160 миллионов рублей. Закончить все работы обещают к 2020 году. Напомню, в декабре перед бывшим кинотеатром обновили сквер, установили скамейки, велопарковку и детский городок. Чаще всего в Красноярске подделывают молоко и колбасу. Об этом сегодня рассказал глава краевого Россельхознадзора Александр Агапов. Как отличить подделку и чем она опасна для здоровья? Все подробности в нашем сюжете. Много ли в магазинах поддельного мяса и молока? Те исследования, которые мы проводили, допустим, 203 пробы молочной продукции, 78 положительных. То есть 38,4% говорит о том, что из 43 образцов мясной продукции в 18 образцах признаки фальсификации. То есть 38% молочных продуктов на полках в магазинах – это подделка. Почти половина мясной продукции тоже фальсификат. А как подделывают эти продукты? Молочную продукцию фальсифицируют прежде всего растительными маслами. Если брать колбасы, то это соя, крахмал. Это различные химические вещества, добавки, которые удерживают воду. Это даже излишки соли и так далее. Как отличить подделку от настоящего продукта? На что обращать внимание? К сожалению, отличить подделку можно только по цене. Так, например, сливочное масло не может стоить меньше 400 рублей за килограмм. Минимальная стоимость килограммовой палки докторской колбасы – 380 рублей. А еще эксперты советуют обращать внимание на упаковку. Она должна быть целой. Прочитайте маркировку. Лучше всего отдавать предпочтение местным производителям. Например, минусинским или ужурским. К ним меньше всего претензий. Чем опасна поддельная продукция для здоровья? Замена растительных жиров, молочных жиров растительными жирами представляет на самом деле угрозу жизни и здоровью. Посредством того, что масло это не имеет той ценности, способствует распространению таких заболеваний, как рахитрия до других заболеваний. То есть уже на законодательном уровне есть судебное решение, что признано, что такая продукция является некачественной и опасной. А как обстоят дела с качеством круп? Гречки, риса, пшена? Здесь тоже не все хорошо. В 2018 году доля некачественных круп выросла в два раза. Более трех тонн зерна пришлось уничтожить. Они не прошли проверку специалистов. Поэтому будьте внимательны и не экспериментируйте. Лучше всего отдать предпочтение производителям, которые давно на рынке. Софья Питеркина, Владимир Антонов. Новости ТВК. Добрый вечер. По количеству, во-первых, зарегистрированных официально в квартире граждан, как мы говорим, прописанных. Временно проживающих граждан, которые регистрируются на определенный период. А так как кто снимает, соответственно, квартиры в аренду являются временно проживающими, то начисление будет происходить на всех граждан. Будут ли они платить, мы узнаем. Первые квитанции по вывозу твердых коммунальных отходов мы получим уже в конце января, до 1 февраля. Второй вопрос. Как правильно должны убирать придомовую территорию зимой? Куда должны убирать снег со двора? Итак, здесь в этом вопросе два вопроса. Да, у нас содержится первый вопрос. Как должны убирать? Итак, смотрим основной документ, который существует у многоквартирного дома. Это договор управления между собственниками и управляющей компанией. Значит, в этом договоре управления в любом, в каждом есть приложение, который называется «Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества». Так как придомовая территория является общим имуществом, то четко в этом приложении прописано два момента. Первое – это зимний период, как должны убирать вашу территорию дворники именно по кадастровому плану. И в летний период времени. Что касается зимнего периода, подметание свежевыпавшего снега ежедневно, посыпка по мере необходимости, то есть там, где лед образовался. Колейность допускается, как мы с вами говорили, 5 сантиметров, то есть если больше толщина снега, а ее не должно быть. И так далее. То есть все моменты можно даже на сайте посмотреть, либо в своей управляющей компании четко посмотреть, как должны с какой периодичностью убирать, подсыпать и так далее лед. Второй момент – по вывозу снега. Если снег, так сказать, грязный, то есть под машинами, когда его счищают, также посыпан реагентами различными, да, загрязненный, то ни в коем случае его не должны оставлять ни на газонах, ни на детских площадках. Этот снег должны вывозить. Если снег чистый, и он лежит на газонах, и где-то еще чистый снег, то его можно хранить также на газонах, кроме, еще раз повторю, детской площадки, которая всегда должна быть вычищена. Спасибо, Наталья Александровна. Напомню, что задать эксперту вопрос можно по телефону 265-45-00, либо отправить сообщение в Вайбер по номеру 8-923-165-45-00. Сегодня в Красноярске запустили экскурсионный «Суриковский троллейбус». Днем гид музея-усадьбы расскажет о творчестве и жизни великого художника. Экскурсии будут проходить до 24 января с 12 до 2 часов дня. Троллейбус номер 7, украшенный сценами полотна взятия снежного городка, проследует от железнодорожного вокзала до медуниверситета и обратно. В этом году мы расскажем о том, как Василий Иванович Суриков создавал свои этюды к картинам взятия снежного городка, которая, к слову сказать, была написана в доме, где сейчас музей красноярский, и покорение Сибири Ермаком. То есть эти путешествия в Красноярск неоднократные были связаны именно с тем, что он собирал материал для этих больших полотен. И мы акцентируем внимание в этом году именно на вот эти путешествия, странствия по Сибири. По маршруту места, вдохновившие Василия Ивановича на творчество. Городской сад, Соборная площадь, ныне площадь революции и сама усадьба художника. Троллейбусные экскурсии по этому пути проходят уже третий раз, и для красноярцев уже стали традицией. Многие посещают каждую экскурсию, говорят, всегда узнают много нового. Люди могут свободно познакомиться с достопримечательностями города, связанных с Уриковым. Углубить свои знания и даже посмотреть город. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова